Что делать, если в жизни дела никуда не движутся? Конечно, начать продавать недвижимость. Ведь жизнь риэлтора — это всегда движение, преумножение и унижение. Я попрошу ужинать денег. Если видите это, пора покупать подарки по низким и зелёным ценам на Яндекс.Маркете. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня, друзья, мы с вами стартанём новый бизнес. Вы знаете меня, как обычного летсплеера, который веселит вас забавными видосами. Но на самом деле во мне очень сильная предпринимательская жилка. Я очень жилистый предприниматель. И когда дело касается бизнеса, я схватываю на лету, потому что жилка. И я всегда знаю, где получить максимальную прибыль. И какой же бизнес мне подобрать, чтобы разбогатеть? Конечно же, бизнес по продаже недвижимости. Я стану агентом по продаже недвижимости. В игре Estate Agent Simulator. Я уже вижу, что игра подсказывает нам, что нас ждут кредиты. Очень может быть. Начинаем новую игру. Ууу, мы с вами выбираем агента, которым мы будем играть. На кого из этих ребят? Вот! Вот он я! Игорь! О, можно менять! Женя! Агент недвижимости Женя. Денег у меня пока нет, но я продам свою хату. Открою на них агентство недвижимости, и потом продам вашу хату. Чтобы купить себе хату. Потом я повторю цикл. Выберите жену. Посмотрите, какие красотки. Вы только взгляните. Ну, естественно, я же успешный предприниматель. Какая у меня еще может быть жена? Но погодите, я же не из таких людей. Я пошутил. Я не могу выбирать себе женщину, спутницу жизни, только по внешности. Я должен узнать их. Что-то о них написано? Нет. Господи, какой я поверхностный агент по недвижимости. Ну, тоже все логично. Я же не продаю квартиры, узнавая их историю. Я оцениваю их по внешнему виду. И с женами у меня так же. Поэтому все в порядке. Выбираем самую, которая нам больше всего нравится. Мария. Мне кажется, Мария будет мне очень хорошей женой. Лучшей женой, которая когда-либо мог себе позволить за деньги. Но погодите, ей тоже можно поменять имя. Доздроперма. Всегда нравилось это имя. Что ж, загружаем наш мир, который я буду делить не один, а со своей прекрасной женой. Очень прекрасно. Прекрасно все. Мы у себя дома. Открутите чемоданы, возьмите деньги. Мне уже нравится, когда так бизнес строится. Опа. Чемодан с деньгами. 40 тысяч долларов. Отличный навар, друзья. Вот так вот я зарабатываю деньги. Итак, странный момент. Вот фотография моей жены. А вот моя жена. Ожидание. Реальность. Опа. В реальности ее просто нет. Ты куда делась, дорогая? Ты хорошо фотошопишь свои фотографии. Это я могу тебе отдать должное. Почему ты села так недовольно? Прекрасная игрушка. Это прям олицетворение нашей семейной жизни. Смотрите на них, стервозная. Она уже недовольна мной, что я не зарабатываю денег. Она думала, что она будет жить в шоколаде, да? А получила пустую хату. О, у нас есть оружие. Чего? Она блестит. Как призрак перемещается по этой квартире. Давайте откроем инвентарь. Окей, у нас тут есть фастфуд. Хорошо, можем открыть карту. Вот город, в котором мы живем. Ой, убрать. Так, город, в котором мы живем. Наш дом. И это же наш офис. Отправляйтесь на остановку и путешествуйте куда угодно. Что? На остановку? Я успешный бизнесмен. Я не езжу на автобусе. Я слышал, жена моя пошла в туалет. Надо зайти. Между мужем и женой секретов нет. Дорогая, почему ты закрылась? Я не угоден ей сейчас. Вот когда денег заработаю, конечно же, я заслужу ее любовь. Ну да, у нас же все на этом построено. Слушайте, а может быть, эта жена мне пишет эти туториалы? Отправляйся на остановку и путешествуй куда угодно. Лишь бы не дома. А, вот она стоит. Тщательно моет посуду. Либо просто включил экран и смотрит на брызги. Дорогая, ты в порядке? Смотрите, есть телепортироваться в... И мы телепортнулись на улицу. На ферму. Мы живем в какой-то глуши. Опа, здесь призрачная будка для нашей собаки. А видели, в окно была моя жена, видна. Я могу наблюдать за ней. Она очень часто ходит в туалет. Опа! Здорово. Опа! А ты что? Почему ты в купальнике принимаешь душ? Ты вообще не принимаешь душ, между прочим. Мы будем подглядывать, конечно же. Мы за это заплатили. У нас есть губка, дорогая. Ты хочешь, я потру тебе спинку? О, да. Тебе нравится? Тебе нравится. О! Куда это делось? Вот у нее, конечно, жизнь. Все, что она делает, это... Зачем я так руку странно протянул? Мы можем положить ее руку на плечи, сказать, дорогая, все будет хорошо. Вот у нее жизнь прекрасная. Все, что она делает, ходит в туалет и моет посуду. А мне придется думать. А мы можем с ней поговорить, наконец-таки. Малыш, что ты делаешь? Ничего. Смотрю на тебя, ты такая красивая. Я жду тебя, когда ты закончишь. Ну, давайте сделаем ей комплимент. Мне нужно поймать посуду. Что ты хочешь? Тебе сделать. У меня нужны деньги. Опять? У меня есть 500... О, 500 баксов! Мне так повезло, что я замужем за тобой. Я за ней замужем? Ну, учитывая, что она башляет. Видимо, так. Первый заработок есть! Это хороший день, хорошее начало успешного предприятия. А если я еще раз скажу, если ты красивая? Мне нужны... Мне нужны деньги. Ты забрал все мои деньги. Нет никаких денег. Все в порядке, не стереться. А, я правильно считал ее выражение лица. Она мной очень недовольна. Ладно, я пошел. Я пошел искать... Не знаю. У меня 40 тысяч долларов. Я пойду искать удовольствие. Простые меркантильные удовольствия. Например, хочу... Хочу пиво. Давайте съедим пиво. Вот. Прекрасно. Прекрасный день. Теплая погодка. А, смотрите, это наш офис, кажется. Пойдемте на работу. Рекламируйте дома на планшете. Ежедневно собирайте арендную плату. О! Это же все как в той игре, где мы продавали машины. Успешный бизнес был. Посмотрите этот видос в описании, либо вот здесь. Там вы поймете, насколько я хороший предприниматель. Итак, у нас здесь есть... Бухгалтер. Что? Мы можем нанять бухгалтера. Зачем он нам нужен? Бухгалтер уменьшает налоги. Вот задача бухгалтера. Ну и бухгалтера мы тоже будем оценивать, конечно же, по внешнему виду. Только. Наталья! Наталья, конечно же, ты будешь... Погодите. Она очень дорогая. Но я успешный предприниматель, поэтому она будет еще и мне уменьшать на 20% налоги. Это все окупается. Вложи деньги, чтобы заработать деньги. Я так говорю. Возможно, кто-то еще так говорит. Но они у меня скатерили эту фразу. Новая сотрудница принята на работу. Она приступит к работе завтра. Отлично! А это мой стол. Фотография моей красавицы жены. Газеты есть. Для этого нужен талант. Да. У меня, к сожалению, нет таланта на чтение. Я еще в школе это понял. Хотя бы за компьютером. У меня есть талант? Да, этот талант у меня есть. Есть почта. Посмотрим. Возможно, я не вижу здесь ни одной буквы, потому что у меня нет таланта для чтения писем. Однако я знаю, что это информация о доме. А это почта, это криптовалютный рынок. Все-таки талант он избирательный. Я могу прочитать только то, что мне нужно. Давайте займемся криптовалютой. Итак, биткоин. Что? Такой дешевый? На дне, скорее всего, биток сейчас. Давайте прикупим. Через год он вырастет и я разбогатею. Все вложим в крипту. Все, биток. Доги коин вкладываем. Кики понятия не имею. Шиткоин какой-нибудь. Ну, куплю. Черт, я слил половину своих денег. Но ничего страшного. У вас нет арендованного или сданного? А, нам нужно теперь дом идти сдавать в аренду. Точнее, нам нужно найти сначала того, кто сдает дом в аренду. Что это? Это автомастерская. Здесь могут быть у нас еще и машины. У нас есть машина? Оу. Я вот бутылку пива всего выпил. Иди домой и спи. Это реально жена управляет моим днем и моими заданиями. О, отличная попытка, дорогая. Заменить себя мечом и думать, что я не замечу разницы. На секундочку это, конечно, получилось. Ладно, давайте спать. Окей. Первый рабочий день прошел успешно. Эх, потрачены деньги 13 тысяч долларов. Налоговая стоимость 2 тысячи долларов. Что? Вы сразу налоги заплатили? Так, где мой бухгалтер? Он должен был уже прийти. Я говорю он, чтобы жена не слышала, что это... Да-да-да-да-да, дорогая. Не переживай. Малыш, что ты делаешь? Я смотрю, у тебя ты такая красивая. Я помою посуду, не отвлекай меня. А у тебя денег нет, случайно? Опять у меня есть 675 долларов. Мне так повезло с тобой. Ты моя кормилица. Получается, я могу каждый день у нее брать денег. Там был еще вариант интересный. У меня кое-что на уме. Можешь сказать? Я хочу быть с тобой сегодня ночью. У меня нет на этой силы. Ты только проснулась, только день начался, 10 утра. Хорошо. Я куплю твое расположение. Вот увидишь. Сесть. Погнали, ребята. Так, пошел в жопу. Я выезжаю. Что это у нас? Хранилищные войны. Опа. Конюшня. Ну-ка, тормози. Смотрите, какие красивые лошадки. Вау. Купить. Опа. Класс, мы можем купить. Куплю себе белого коня. 28 тысяч. Мне не хватает. Ничего, я накоплю. Я куплю этого коня. Мне нужно всего лишь 3 тысячи долларов найти. Это 3 дня. Ну ладно, может быть 4 дня. Заимствование денег у жены. И я смогу купить себе коня, конечно же. А вот и смотрите. Женщина в красивом купальнике продает дом. Вряд ли это ее дом. Это просто хозяин очень мудрый. И он поставил ее как рекламный плакат. А секс хорошо продается. 138 тысяч. Это слишком высокая цена, добрый день. Еще тут все такие женщины оголенные ходят. Мне нравится этот квартал. Опа. Ладно, хорошо, что ты не оголенный. Ты за сколько продашь? За 9 тысяч баксов есть. 9 900. Это сделка, я покупаю. Окей, вы получили 8 очков на лоб. Оп, собака, надеюсь, идет в комплекте. Погладить. Для этого нужен талант. Черт, я такой неталантливый. Я из тех людей, кто просто упорством достигает всего. У меня нет таланта. Однажды я поглажу эту собаку. Смотрите, какой чувак радостный. Я только что у него купил этот дом. Он, наверное, идет, думает, такой, как ком? Ты лохот, только что впарил дом в три, дорогая. Пойду куплю себе коня. Так, а теперь что мне нужно делать? Грязные ценности. Это как будто бы, знаете, название какого-то романа. Возможно, бестселлер. Возможно, по нему фильм снимут. Возможно, я сниму по нему фильм. За 15 тысяч долларов сниму. Итак, нужно убрать. И, конечно же, я тогда продам его. О, нет, тут тараканы. Чем я могу их убить? Инсектир. Подохните! Есть. Продолжаем убирать мусор. Хороший дом. О, нет, какая просто... Кто-то дерьма кинул на стену. Надо вытереть. О, нет, еще. 6%, 6%. Вот еще пятно. Мы сейчас на 100% его очистим. Посмотрите, как ценник поднимается. Так, где еще? О, пошло в жопу пятно. Этот дед здесь дерьмом разбрасывался. Он сумасшедший. Дом максимально чистый. Стоимость аренды дома средняя от 945 до 1155. Это навар, друзья. Это навар. Ладно, давайте сначала пофоткаем дом. Конечно же, чтобы собачка была. Собачка должна быть в кадре. Это будет хорошо продавать дом. Кадр есть. Теперь уличный хулиган должен быть в кадре, чтобы все знали, какие здесь дружелюбные соседи. Опять же, нужно немножечко эротизма добавить. Поэтому мы сфоткаем этот дом вот с такого ракурса. Отлично. Тачка и женщины. Тачка, женщины и мужчины. Пустите, я немножечко вас помою, чтобы все выглядело безупречно на фотографии. Идеально. Ладно, давайте задний дворик для всей семьи. Вот такое дерево. Я часто, когда ищу себе квартиру в аренду, нахожу всякие дебильные фотографии, которые вообще непонятно для чего нужны. А, погодите, давайте вид из окна сфоткаем. Это важно, это очень важно, я думаю. Собака и женщины. Все это видно из окна. Теперь, конечно же, снимем наш ширик. Вот так. Комната. Вот так. И вот эту мочку еще разочек. Ой, какой хороший. Отправлю жене, она пришлет мне какой-нибудь милый смайлик. Что ж, давайте теперь выставим дом на продажу. Выберите фотографию. Ой, можно всего три? Так, давайте самый выгодный ракурс нам нужно. Во-первых, вот это. Да. Потом с собачкой. И, конечно же, дерево. Введите цену. Один сто. Дороговато, да? Ну, тут уже прям пипец, если 11 тысяч. О, дорого, дорого, дорого. Извините, извините, извините. Тысяча сто двадцать, простите. Тысяча сто двадцать. Количество ком это один плюс один. Ну, ну, ну да. Ой. Погодите. Что происходит? Что-то цены колеблются на криптовалютном рынке. Биткоин растет в цене. Ага, пока ночь. Начинаются эти колебания. Быстрее. Мы должны как следует сейчас продать. Растет, растет. Давай. Вот это будет навар. Нам нужно ехать домой и спать, когда мы проснемся. Мы продадим всю крипту. Заработаем дофига денег. Дорогая, я дома. Такая тирана крикнул. Дорогая, я дома. Так. Куда она делась? Она ушла от меня? А, нет, она сидит. Работает. Ну, ладно. Видимо, она фотошопит свои фотографии. Поговорим с ней? Нужно работать. Могу я поговорить с тобой позже? Что вы делаете? Работай, что тебе нужно. Деньшики. Сейчас у меня нет денег. Приходи позже. О, это очень непрометчиво с твоей стороны так говорить. Я теперь точно знаю, что позже у тебя деньги появятся. И, проснувшись с утра пораньше, мы ищем свою дорогую, ненаглядную, прекрасную, самую лучшую женщину в мире. Она? Она? Дорогая? Давай, закрою дверь. Ты когда закончишь с душем? Я подожду. Подожду, подожду. Давай я тебя чуть-чуть помассирую. Вот так. Стоп. Стоп, стоп, стоп. Она вышла. Я пошла ломать посуду. Мне кажется, что ты имитируешь просто свою работу и какую-то деятельность, чтобы не взаимодействовать со мной. Меня это немножко задевает. Тем не менее, ты очень красивая. И тебе нет случайно денег. 244 доллара? Я возьму все равно. О, погодите, крипта! Жена может услышать. Как там? Растет! Продолжаем, продолжаем, продолжаем копить. Еще рано снимать. Погодите, но я не могу мириться с нелюбовью своей жены. Давайте продадим крипту и купим себе коня. Сколько нам нужно? 28 тысяч. Отлично! Покупаем. Оседлать лошадь. Оседла. Я оседла лошадь. Я риэлтор на коне. Как нам отсюда выйти? А что? Погодите. О, можно прыгать. Сейчас, 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 сейчас. Давай, давай, конь. Выходим из стойла. Охренеть! Погнали! Риэлтор на коне. Вы не могли бы заправить моего жеребца? Риэлтор на коне. Что это? Что это за женщина? Здравствуйте. Я рада вас видеть. Добро, чем могу помочь. Хочу снять дом? Повью, блин. Да, конечно, да, 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 да. Сумарин доставляет тысячи. Да, все. Мы можем заключить сделку на 800. Отклонить. Доброго дня. Вот на этом и решили. Почему она хочет так дешево? Я рада вас видеть. А чем я могу вам помочь? На 14 дней. Ты еще 200 в день. А можно? Да, ты красивая, поэтому можно. Спасибо. Мы получили 20 очков. Все, она пошла жить в этом доме. Риэлтор на коне. Сейчас я как принц на белом коне. Заеду к себе в дом. И впечатлю свою жену, я заеду. Дорогая, ты ничего случайно не замечаешь? А именно то, что у меня всего лишь 457 долларов осталось. Да. Я немножко на мели, поэтому увидимся завтра, когда ты заработаешь немножко денег. А мы пока с моим другом конем пойдем спать. Давай, конь, вставай. А! Так, риэлтор на крыше. Риэлтор на крыше. Как мне теперь спуститься, понятия не имею. Надеюсь, тут нет фолдэмэджа. Отлично! Так, ее либо она не заметила, лошадь, надеюсь, не заметила. Либо она просто настолько успешна, что не хочет даже говорить со мной об этом. Погодите, я хочу спать со своим конем. Я очень тактильный человек. Давай, запрыгивай. Вот. Давай спать вам. В постели с кобылицей. Я проснулся и заработаны деньги. 15 тысяч. Реально? А, нет, минус 15 тысяч. Понятия не имею. Как так получилось? Мне нужна срочная помощь, дорогая. Ты сегодня прекрасно выглядишь. Как прошел твой день? Давай вот этот смолток твой дурацкий уберем. Мне нужны деньги. Твой трёп меня вымотал. Можешь сказать, мне с удовольствием помогу. Дать мне денег можешь? 446? Я могу отдать их тебе. Ты просто супер. Все, иди работай дальше. Она пошла работать, видимо. Ладно, хорошо. Мы не намели. Все в порядке. Кстати говоря, сегодня же женщина должна мне скинуть за аренду. 11 дней я должен зарабатывать по тысяче. О, погодите. Крипта-то до сих пор растёт. Нам нужно вложить. Мы не можем вложить. Потому что у нас нечего вкладывать. Хорошо, что у нас кики остался. Кики стоят дорого. Подождём, пока кики вырастет и разбогатеем. А тем временем садимся на своего коня. Риэлтор на коне. Так, боюсь. Конь теперь никогда отсюда не выйдет. Мы должны протиснуться, мой верный друг. Есть! Ух, нет преград для нас, дружище. Погнали. Я не могу по холмам, по склонам бежать. Вот это конь. Вот. Давай, преодолевай препятствия, конь. Преодолевай. Ты можешь. Давай. Ааа. Нет. Есть, мы преодолели. Вот это конь проникновенный. Господи, я даже не представляю, зачем игра позволяет нам это. Для чего это в игре нужно? Игре я не знаю зачем, а вот мне нужно. Ведь я риэлтор на коне. А где дом, который я сдал? Кажется, это он. Здравствуйте, мэм. Я хотел убедиться, что вам хорошо здесь. Анастасия, привет. Здравствуйте, вам нужно заплатить за квартиру сегодня. Вот плат... Ааа, мы должны оброк собирать. Охренеть. Спасибо. Приятного вам дня. А так риэлторы эти делают. Ну, видимо, риэлтор на коне только так и может, потому что он не очень современный и не пользуется банком. Все по старинке. Так, нам нужно найти еще какой-нибудь дешевый дом, чтобы в следующий раз больше денег. Здравствуйте, риэлтор на коне, агентство недвижимости. Он дорого берет, 42 тысячи долларов. Ты живешь, ублюдаешь, в том же самом районе, что и вот та женщина. Там дом стоил 900. Ладно, поймите, найдем еще какую-нибудь халупу задрипанную. Опа, смотрите, вам жадник. Скорее. И женщина опять стоит почти что голая. Не могу сказать, что я как что-то имею против. Я слышал, что вы хороший риэлтор. Надеюсь, мы договоримся. Цена за один месяц составляет 8 тысяч. У меня нет таких денег. Что там по крипте? Да, растет. Пока растет. А, давайте же вложим. Прямо сейчас. Ой, я вложил туда что... Она падает в цене. Черт, скорее продавать. Пока, пока все не слили. Отлично, фух. Немножечко в минус ушел. Так, здравствуйте. А вы продаете? Блин, 40 тысяч долларов. Я не знаю, где брать такие деньги. Я последнее потратил на коня. Окей, чувак без маки, ты бы приоделся. Некрасиво. Так, блин, 12 тысяч. Пойдем, друг мой, нам здесь не место. Так, здесь за 8. В этом месте очень дешевые дома, но даже для меня это дорого. Ой, конь упал, споткнулся. Я так понимаю, все упирается в то, что мне нужны инвесторы. И, конечно же, главным моим инвестором является моя дорогая супруга. Как прожил твой день? Это вымотало меня, что ты сделала. О, любовь, ты можешь рассказать мне с удовольствием, помогу? Поможешь? Хорошо, хочешь, чтобы я в хорошем настроении был? Денег дай. 500 долларов, умница. Спасибо большое, дорогая. И не ходи пока в душ, потому что там стоит мой друг конь. А, кстати говоря, у нас же еще есть наш бухгалтер, с которым мы... Можем вообще пообщаться с ним? А, нет, мы можем только ее уволить. Зарплата 400. Даже не знаю, увольнять ее, хотя налоги на 20% уменьшаются. Ладно, пока подождем. Так, мусор. Что это мы подобрали? Бумага, нам нужно... Бумага. Во! За мусор дают деньги. Черт подери. Можно как-то переименовать лошадь? Нет. Ну ладно, мы будем сами называть ее. Как назовем? Конечно же, пони. Мы назовем его пони. Если так подумать, покупка коня это самое выгодное решение, потому что конь не требует бензина. А значит, нет лишних расходов. Смотрите, какой-то охотник стоит. Привет, друг, добро пожаловать. Я тоже хочу поохотиться. Сезон охотничий не ступил. А что стоишь тогда здесь, дебил? Опа. Олень. Евгений, это я, олень из будущего. Пришел предупредить тебя, что меня убьет охотник. Надо было себя об этом предупредить. Ой, тупанул. Олень тупящий. Эй, я затупил. Скорее в город, собирать дань. Так, быстро дала денег. Отлично, две тысячи есть. Срочно все вложить в крипту. О, смотрите, доги как просел. Но мы купим биткоин. А на остальное купим доги. Потом, когда он вырастет, мы его продадим. Покупай на низах, продавай на хаях, чтоб не прокатиться на... Лошадя. О, мой конь устал. Спасибо, товарищ полицейский, что подвезли до дома. Опа, погодите. Сегодня открыта гонка написано. А где гонка? Возможно, вот эта трасса, эта гонка. А как мне поучаствовать? Ага, ага, вот, вот, вот люди стоят. Отлично. Здравствуйте, вы один из новичков, которые хотят поучаствовать в гонках со мной? Да, я хочу погоняться. Я не буду гоняться с тем, у кого нет денег в кармане. В смысле? А, у меня 9 долларов есть. И на чем мы будем гонять? На машинах? Я надеялся, что на лошадях. Я сейчас продам крипту, и все будет хорошо. Вот, я продал все. Припаркуйте свою машину внутри поля. Нам нужно за машиной срочно. Счастье у меня есть, жеребец. Скоростной. Выносливый. Так, пони, отойди, пожалуйста, на секундочку. Хотя нет. Нет, 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 нет. Ты должен встать вот здесь, ты будешь мешать ему. Ну что, готов погоняться, битч? Хорошо. Но ты должен заплатить 10 тысяч за гонку. Принять? Я не знаю, я заплатил 5900. Черт, коня убрали. Где мой конь? Ладно, погнали. Стой. Нет, пони, я же сказал тебе, стой здесь. Эй, у тебя тюнингованная машина, это нечестно. Занесло, мать твою. Смотрите, я второй по счету, но не последний, это важно. Трамплин. Мне дадут приз за зрелищность. О, нет, нет. Вот это я каскадер. О, какой красивый кадр. Вээл. Вошел в поворот. Вэээл. Вэээл. Правильно ли я понимаю, что я проиграл все деньги? Должны как-то отыграться. Губку продам. Нет. Давайте убьем его. Нет. Черт. Так, давайте попробуем сзади зайти. Нет. Я хотел ограбить его, но у меня нет таланта. Ладно, поехали домой. Дорогая, я дома. Ээээ. Что ты делаешь? Она принимает душ и моет посуду одновременно. Я знаю, ты не очень довольна тем, что я купил себе лошадь, но она будет мыть посуду теперь. Так что это не бесполезная покупка. Что ж, у меня ноль денег. А, хорошо, вы теперь вместе моете посуду. Так, лошадь, пони, отойди, пожалуйста. Мне нужно поговорить с женой, это очень важно. Мой день был очень хреновым. Денег, да? 350, ты ленивая тварь. Почему ты заработал всего 350 на сегодня? Ладно, сгодится. Я пойду заработаю нормальные деньги. Мне одна женщина должна. За аренду хаты. Эх, скачем по прериям, по холмам. О, прыжок. Летим. Осторожней. Так, 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 быстро. Денег, денег. Спасибо. Кстати говоря, на мебель так и не купила. Как она там живет, я не представляю. Но это не мои проблемы. Я за деньгами только пришел. Так, нам нужно быстро срубить бабла. Крипту я пока не хочу продавать. Думай, Евгений, думай. Ты же бизнесмен. У тебя есть жилка. Ты забыешь? Что же мы можем придумать? Казино. Ну, конечно. Вот так вот. Гениальные идеи приходят, когда ты на самом дне. Бр-бр-бони. Остановись. Так, это что за чувак такой? Приветствую тебя. Я хочу купить твое... А на сколько ты продаешь? Нужно быть респектабельным человеком. Автомобиль владельца казино. О, боже мой. Какая красивая машина. У нее текстура двигается. Как я это сделал? Анимированная текстура. Респектабельным человеком. Я пойду респект зарабатывать. О, боже мой. Знаете, жизнь риэлтора удивительная. Полна впечатлений. О, нет, она держится за голову. Не везет или везет? Я не понимаю. Кто ты хлопаешь, что держишься за голову? О, черт, я просрала все. У-ху, давай еще. Я такой же, как она. Понеслась. Знаете, либо все, либо ничего. Я ставлю все на красное. Я сказал все на красное. Все на красное. Немножко на черное. Я не знаю, как это работает. Я могу поставить все везде. Если что, я не очень хорошо знаю правила. Но, как я люблю говорить, по пути разберусь. Когда я говорю все или ничего, я имею в виду все. Я ставлю все на все. Поле. Давайте, понеслась. Эй, почему? Что произошло? Ладно, походу так нельзя. Извиняюсь. Давайте на двадцатку и вот еще сюда. Вот так. Ну, пожалуйста. Есть. Три шестьсот заработали. Удача благоволит мне. Так, что делать дальше? Давайте обратимся к здравому рассудку. Но у меня нет таланта на это. Поэтому и ставим дальше. Давайте вот так. Чтобы все вот это возможно. Мабы, все вот это. Все вот это. Если что, с твоего жеребца поставлю. Минус триста. Твага мать! Я не из тех, у кого удача случается лишь раз в жизни. Мы ставим все. Да! Девятьсот заработал. Может ли удача длиться вечно? Ставим. Я вообще не понимаю, что означают вот эти мои ставки. Сегодня должно повезти. Я столько вложил в свой бизнес. Девятьсот. 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 Теперь, что это у нас? Блэкджек. Давайте поставим сотку. Сдавай. Стэнд. Двести. Уу! Еще двести. Надо было сразу поставить десятку. У меня нет десятки. Поставим тысячу. Раздавай, блядь. Вряд ли у меня будет еще двойка. Прозрал. Последний раз сыграем. Все, и едем домой. Давайте. Уу! Вот так! Две тысячи заработал. Отыгрался. Давайте еще косарь поставим. Пожалуйста. Твою мать! Просрал тут же. Я отыграюсь, конечно же. Отлично, 20 очков. Кажется, кто-то победил. Опа, две тысячи. Кажется, кто-то победил. Еще два косаря заработал. Кажется, кто-то победил. Есть, мне везет. Нет. Просрано. Просрано. Сток. Я знаю, что надо сделать. Мы поставим все. И заработаем все. Три. Девять. Хреново. Давай. Пожалуйста. Есть. Вот теперь у меня нервы сдают. Так. Да. Это победа. Ес. 12 тысяч. Так. Теперь я очень разумным стал внезапно. Ха-ха-ха. Смотрите, держится за голову. Просрала. Конь мой, дорогой. Ты не представляешь. Деньги так и прут. Погнали домой. Опа. Отлично. Мусор. Еще больше денег. Скорее спать. Я никогда еще с таким восторгом не ожидал следующий день. Потому что я попрошу ужин и денег. 271 доллар. Ничего. Ты просто супер. Поскольку я очень успешный. Может быть, у меня есть кое-что на уме. У меня очень романтические планы. Пойдем в нашу спальню? Я не могу. У меня болит голова. Говно день. Риэлтор на дне. И на этом мы с вами закончим играть в Эстейт Симулятор. Если вы хотите увидеть больше, пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, нажав кнопочку внизу под видео. Огромное всем спасибо, друзья. С вами был Юджин. И не просто Юджин, а Юджин. Риэлтор на коне. И всем пять.